В Анапской школе номер 5 к новому учебному году обустроили санитарную комнату для учеников с ограниченными возможностями, приобрели коляску. До этого установили специальный лифт и обновили указатели. Все это сделано на средства, краевые программы, доступная среда и частично на деньги муниципалитета. В этом году вступают в силу новые образовательные стандарты. Ребята с ограниченными возможностями будут заниматься в обычных классах, хотя преподавать каждому будут в зависимости от индивидуальных особенностей. Это же мы работаем практически один на один с ребенком. Как же он не раскроется? Конечно раскроется. А потом еще вокруг дети. Дома он же изолирован. Понимаете, родители, ребенок. Бывает так, что неполная семья, ему не хватает этого общения. А здесь наоборот. Вот это общение на различном уровне. Естественно, ребенок раскроется. Раскроется. И может быть даже ему на начальном этапе достаточно будет вот здесь, вот этой особой программы. А потом он пойдет вместе со всеми детьми. Уже сегодня в общеобразовательных школах Анапы обучаются более полутора сотен ребят с ограниченными возможностями. Как поясняют педагоги, новый стандарт означает более комплексный подход. В этом специализированном муниципальном центре консультируют родителей и школьных педагогов уже почти 10 лет. В этом году в первые классы пойдут 16 ребят, чьи возможности должны были оценить специалисты. Кому-то требуется дополнительная аппаратура и специальные возможности планшетных компьютеров или занятия с психологами. Те рекомендации, которые мы даем, и те условия, которые необходимо выполнить образовательным учреждением, образовательные учреждения готовы к созданию для условий для каждого ребенка, который придет с ограниченными возможностями. Каждая школа, куда пойдет ребенок, будет создавать необходимые условия и будем наблюдать процесс. У нас это называется динамическим наблюдением. Каждый ребенок будет состоять на динамическом наблюдении. Мы будем отслеживать процесс успешности, владения образовательным материалом в школе. Если возникнут у педагогов сложности, мы оказываем методическую помощь, разрабатываем, корректируем индивидуальную образовательную программу, оказываем помощь педагогам, психологам, социальным педагогам для успешной адаптации ребенка в школе. Педагоги отмечают, что совместное обучение с первого класса позволит, с одной стороны, стать ребенку более уверенным в своих силах, с другой, в обществе наступит окончательный перелом в отношении к людям с ограниченными возможностями.